Мы... 友達и. Всем привет! И если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейф Фойр. Добро пожаловать в видео по игре Bleach Brave Souls. Сегодня в ролике будет обзор Урию из арки Тысячелетняя Кровавая Война. Персонаж имеет зеленый атрибут. Является Квинси и Штерен Риттер. Киллер на Шенигаме, линк на скорость отката приемов, а также он дальнего боя и имеет большое количество СП. В Древе Силы присутствует 8 скиллов. Спринтер. Увеличивает количество Херенкияку, что позволяет быстрее передвигаться по локации с помощью рывков. Берсеркер. Увеличивает урон с приемов на 40%. Френзи. Увеличивает количество ударов с приемов в 2 раза. Девастейшн. Увеличивает урон с ульты на 60%. Брузер. Увеличивает урон с руки на 40%. Гвард Брейк. Игнорирует броню врагов. В данном случае дальнюю. Элемент Реверсал. Отражает наложенный дебаф от атак врагов обратно на них, при этом восстанавливая себе здоровье. Хавок. Увеличивает радиус приемов на 20%. Персонаж идеален в сборке с быстрым откатом приемов и с большим количеством СП. Урия не имеет дебафов. Есть 4 сквозных и быстрых выстрелов с руки. Первый прием слегка отталкивает вперед и наносит много урона. Второй прием является топовой воронкой с отдалением. Третий прием наносит урон на весь экран, а с повышенным радиусом еще дальше. Хорошо одетый персонаж даже таким не сильно хорошим первым приемом будет разносить мобов. Иногда он отталкивает сторону и враг остается живым. Но в отличии от первой атаки ТКВ Айзена, это не так далеко толкает и много урона вносит. Второй прием хорошо помогает справиться с большой толпой врагов. Ну а третий просто очень мощный и имеет большой радиус. Новый скилл работает здорово и является очень полезным бонусом в походе на банки или экстремальный кооператив. Ведь на таких квестах полно врагов, накладывающих дебафы. Скилл не работает, когда вы стоите на области с огнем или другими дебафами. А также не работает в эпик рейдах. Ульта мощная, антитеза. Восстанавливает 60% здоровья всем союзникам. Урио получился хорошим кастером против шинигами в зеленом атрибуте. У него годные атаки и высокий урон. Минусом, конечно, является первый прием. Все же, что отталкивающий с большим количеством ударов, что прием, который толкает всех на другой край карты, все равно будут хуже и менее удобными, чем полноценный удар по линии. Как, к примеру, у Красного Айзена. Если у вас нет Оэцу, Гины с Кирой или Айзена-бабочки, то Урио будет очень достойным выбором. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на меня в других соцсетях и вступить в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. Напишите в комментариях свое мнение насчет данного персонажа. Не забуду также и про моих дорогих спонсоров, которым я очень благодарен за активное участие в жизни и развитии моего канала. И если вы тоже хотите стать таковым и получить клевые бонусы от меня, то жмите вот на такую кнопку под роликом. Плейлист с остальными геймплеями персонажей из игры есть в подсказках в видео. С вами был Дрейфуэр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok